напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вспомним добрые советские фильмы и так в какой советской сказке школьники превратились в стариков а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео сказки о потерянном времени показана история нескольких нерадивых учеников и учениц они попали в переделку из-за собственной лени превратившись в стариков а смогут ли ребята вернуть упущенное по пусту время и свой прежний вид все эти ответы в сказке о важности ценить каждый миг ответственно подходить к своим обязанностям и быть настоящим другом за какое преступление отбывал срок косой федор ермаков фильме джентльмены удачи в фильме джентльмены удачи савелий краморов играет косова вора карманика герой георгия вицына ему даже намекает о его прошлом говоря это тебе не мелочь по карманам тырить в каком фильме герой савелия краморова мешал для соседа по столу гремучий коктейль из водки перца соли сахара и горчицы герой савелия краморова мешал для соседа по столу гремучий коктейль в фильме леонида гайдая не может быть таким образом шафер незадачливого жениха пытался избавиться от бесцеремонного соседа по застолью в каком фильме олег табаков был золотыми волосами в сказочном фильме 1986 года михаила юзовского после дождичка в четверг олег табаков сыграл обаятельного и зловещего кощея золотыми волосами на какую роль отважного персонажа пробовались александр абдулов и даже владимир высоцкий но она досталась михаилу боярскому по рассказам съемочной группы абдулова даже утвердили на роль дартаньяна но он не справился с музыкальной составляющей картины и его пришлось снять а михаил боярский произвел на георгий юнгвальд хилькевича и максима дунаевского неизгладимое впечатление когда опоздав ворвался до для пробы на съемочную площадку какое произведение в кино поставили дважды и в обеих экранизациях на экране появился савелий краморов без савелия викторовича краморова не обошлись обе легендарные постановки 12 стульев у гайдая краморов был одноглазым шахматистом у захарова слесарем полисовым в каком фильме героини ирины муравьёвой работает дворником в фильме 1982 года татьяны лиозновой карнавал героини ирины муравьёвой не не приходится устроиться дворником чтобы обеспечить себя в большом городе на скольких иностранных языках володя смирнов произносит слово спасибо в фильме самое обаятельное и привлекательное на четырех языках польском армянском грузинском и немецком каким образом лаборант семён александрович хвостов из фильма гараж потерял голос андрей мягков в роли семена александровича хвостова работает с фауной ледовитого океана и нежно любит нашего тюленя борю и вот когда бори заболел то семён александрович прыгнул в бассейн с ледяной водой чтобы дать тюленю лекарства так хвостов простудился и потерял голос врачи говорят надолго каких мужчин предпочитают женщины по мнению юлия капитоныча карандашева в фильме эльдара рязанова жестокий романс андрей мягков в роли юлия карандышева спросил у ларисы гузеевой в роли ларисы агудаловой объясните мне пожалуйста почему женщины как правило предпочитают людей порочных перед людьми чистыми в каком фильме андрей мягков исполнил роль следователя в трехсерийном детективном фильме гонки по вертикали андрей мягков сыграл роль следователя станислава тихонова этот фильм был снят по бестселлеру братьев вайнеров мастеров детективно-криминального жанра а у них как известно и преступники были не промах исследователи на высоте какую роль савелий краморов сыграл в мюзикле мама савелий краморов в мюзикле мама сыграл волчонка несмотря на то что в некоторых источниках героя краморова называют шакалом слова его песенки проливают истину быть похожим хочу я на серого дядю всех козлят проучу их бодаться отвадим все боятся волков вы смогли убедиться пара острых клыков мне еще пригодится логотип масс-фильма рабочие колхозницы впервые появился именно в этой картине режиссера григория александрова какой заставка масс-фильма с изображением скульптуры веры мухиной рабочие колхозницы впервые появилась в фильме григория александрова весна вышедшим на экраны в 1947 году какое хобби было у героя александра абдулова робера до шаранца в фильме ищите женщину герой александра абдулова робер шаранца в фильме 1982 года ищите женщину говорил у меня хобби я хожу по антикварным магазинам по распродажам скольких врачей андрей мягков сыграл в кино андрей мягков сыграл в кино пятерых врачей он исполнил роль сергея чеснокова в картине похождения зубного врача через 10 лет в 1975 году мягков снялся в роли хирурга жени лукашина в иронии судьбы или с легким паром в 1976 исполнил роль молодого врача в фильме отпуск который не состоялся чуть позже андрей мягков сыграл врача кардиолога льва ничаева в картине утренний обход а в 1998 году исполнил роль медицинского работника в картине контракт со смертью на протяжении почти всего фильма абдулов загримирован так что узнать его можно только по глазам а каком фильме идет речь в фильме 1977 года оленький цветочек александр абдулов играет принца которого злая волшебница превратила в чудовище на протяжении фильма абдулов в роли оброшива мхом чудище с добрым сердцем и чуткою душою и только в конце маска чудовище исчезает и появляется красивый принц в котором все узнают абдулова какую профессию освоила любовь орлова для работы над фильмом светлый путь любовь орлова вспоминала постепенно осваивая профессию ткачихи для фильма светлый путь я следила за тем как чувство радости перед станком уступает место интересу чувству азарта на конец гордости когда работа начинает получаться какую роль савелий краморов мог бы сыграть но по собственному признанию не разглядел сценарий впоследствии жалел о недальновидности савелий краморов проходил пробы на роль петрухи в фильме белое солнце пустыни но отказался от этой роли так как посчитал что это фильм на полку когда вышел фильм и краморов его увидел то сильно пожалел о своей недальновидности в чем признавался друзьям актерам из какого фильма это цитата я начал завидовать рабам они все знают заранее у них твердое убеждение наверное потому что у них нет выбора а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео эту фразу произнес рыцарь ланселот в фильме убить дракона это кинофильм притчи режиссера марка захарова его последняя режиссерская кино работа фильм снят по мотивам пьесы евгения шварца дракон а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа герои какого фильма запечатлены в каменном памятнике и кузнечики в данном коротком ролике а Напишите в комментариях ваш вариант ответа. Герои какого фильма запечатлены в памятнике и кузнечике. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.